Почему пропала экспедиция Лаперуза? Экспедиция Лаперуза должна была продлиться четыре года и завершиться во Франции летом 1789 года. В последний раз корабли Лаперуза видели, когда они, покинув Австралию, взяли курс на северо-восток. Никого из более чем двухсот человек, находившихся на борту двух судов, так и не нашли. Имею честь донести, что Буссоль и Астролябия отплыли сегодня в четыре часа утра при северо-западном ветре. Двум шлюпам был дан приказ сопровождать корабли, пока они не выйдут в открытое море. Таким образом, сегодня началось кругосветное плавание Лаперуза. Этим сообщением от 1 августа 1785 года адмирал Жан-Франсуа де Гало граф де Лаперуз извещал своего короля Людовика XVI о том, что он покинул французский порт Брест, чтобы, пройдя через Атлантический океан, достичь Великого Южного моря, как называли тогда Тихий океан. Открытый за 300 лет до этого испанским конкистадором Васко Ньюсом де Бальбоа, Тихий океан только к концу 18 века начал активно изучаться и картографироваться европейцами. Большой вклад в это внесли три плавания английского капитана Джеймса Кука, совершенные в 1768-1779 годах. Экспедиция Лаперуза ставила себе целью обеспечить Франции место в одном ряду с Британией, бывшей в то время ведущей морской державой. Когда Лаперуз отплыл из Бреста, ему еще не исполнилось 44 лет, но он уже достиг вершины карьеры морского офицера, который начал Гардемарином в возрасте 15 лет в 1756 году, в начале Семилетней войны между Францией и Англией. В 1783 году, послужив родине в 18 компаниях, он удалился в родовое поместье на юге Франции, но отставка длилась недолго. Вскоре ему было предложено возглавить экспедицию, которая должна была открыть все земли, ускользнувшие от зоркого глаза капитана Кука. Для снаряжения экспедиции не жалели усилий. На борт двух пятисот-тонных фрегатов, названных по имени морских приборов «Буссоль» и «Астролябия» грузили запасы провизий для четырехлетнего плавания. Корабельные библиотеки снабдили новейшими картами и отчетами предыдущих экспедиций. Имелась на борту и переносная обсерватория. Среди товаров, предназначенных для подарков туземцам и обмена, были 600 зеркал, 2600 расчесок, 1260 фунтов стеклянных бус и 50 тысяч швейных игл. За право войти в число 200 с лишним участников плавания шла острая борьба. Среди претендентов был и 16-летний младший лейтенант из Парижской военной школы — корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. Он был включен в предварительный список, но потом его вычеркнули и он остался во Франции, что имело громадные последствия для истории его страны. Ранним августовским утром под приветственные крики толпы и гром орудийного салюта Бусоль и Астролябия отошли от Брестского причала и скрылись в предрассветной мгле. 25 января 1786 года оба судна, пройдя Атлантику, обогнули мыс Горн и вошли в Тихий океан. После захода в Альпараису, Чили, 8 апреля они достигли острова Пасхи. Следующей остановкой был остров Мауи гавайского архипелага, за восемь лет до этого открытого куком, где английский мореплаватель был убит враждебно настроенными туземцами. Первым, что увидели участники экспедиции на североамериканском побережье, была гора Святого Ильи на северной оконечности той части Аляски, что узкой полосой тянется между Канадой и Тихим океаном. Когда, двигаясь на юг, французы составляли карту побережья, их постигло несчастье. Волнами опрокинуло две лодки, проводившие замеры глубины у входа в залив. Погиб 21 человек, в том числе шесть офицеров. Тем не менее, Лаперус продолжал исследовать побережье, и к исходу лета спустился на юг до Монтерея, в Калифорнии. Из Калифорнии экспедиция направилась на запад и 3 января 1787 года достигла португальской колонии Макао в устье жемчужной реки Джудзиан, в Китае. Подремонтировав корабли и пополнив припасы на Филиппинах, Лаперус в апреле взял курс на север, чтобы исследовать побережье Азии. Путь экспедиции пролегал мимо Тайваня, между Кореей и Японией, через Японское море и пролив, разделяющий Японию и принадлежащий России остров Сахалин. К концу второго лета корабли достигли Камчатки. Здесь Лаперус оставил одного из своих офицеров по имени Делесепп, говорившего по-русски, с заданием пересечь Сибирь и доставить в Европу доклад о достижениях экспедиции. К сентябрю 1787 года экспедиция снова оказалась в южных широтах. Чтобы пополнить запас пресной воды, сделали остановку на Тутуиле, ныне главном острове принадлежащего США восточного Самоа. Вооруженные дубинами и камнями туземцы напали на Баркасе и убили 12 человек, включая Флёрио де Лангля, капитана Астролябии и заместителя начальника экспедиции. 43 человека спаслись, хотя половина из них получила серьезные ранения. Французы поспешно ретировались и направились к восточному побережью Австралии. Войдя в конце января 1788 года в залив Ботани, французы к своему удивлению встретили там британскую эскадру. Это был знаменитый первый флот. Семь судов, доставивших из Англии около 750 заключенных. Эти мужчины, женщины и дети основали в Австралии первую колонию. Лаперус отправил с возвращающимися домой англичанами письма и донесения. В одном из них он обещал вернуться на родину к июню 1789 года. 10 марта Буссоль и Астролябия покинули Австралию и взяли курс на северо-восток. Больше их никогда не видели. Он бесследно исчез в безбрежном синем океане, напишет о Лаперузе шотландский эссеист Томас Кайрлель. И лишь скорбная загадочная тень его долго не покинет нашего умы и сердца. К лету 1789 года от Лаперуза уже больше года не поступало сведений. Но у Франции были более важные заботы, чем волнения по поводу пропавшей экспедиции. 14 июля толпы парижан штурмом взяли тюрьму Бастилию. То было начало революции, которая сотрясала страну до конца столетия и завершилась тем, что Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором. Лишь спустя два года французское правительство наконец что-то предприняло, объявив награду за любые сведения о пропавшей экспедиции Лаперузы. И направив на ее поиски два корабля под командованием контр-адмирала Жозефа Антуана Брюни де Антеркасто. 25 сентября 1791 года они вышли из Бреста. Прочесывая Тихий океан в поисках Буссоли и Астролябии, де Антеркасто сделал несколько научных и географических открытий. В мае 1793 года он подошел к острову Ваникоро из группы островов Санта-Крус к северо-востоку от Австралии. Над несколькими возвышенностями на этом гористом густо поросшем лесом острове экипаж заметил столбы дыма. Де Антеркасто был убежден, что нашел Лаперуза или, по крайней мере, остатки его экспедиции. Но после того, как его корабли чуть не сели на мель на коварных рифах, он был вынужден уйти, так и не послав на берег поисковый отряд. Потом адмирал заболел и через два месяца умер. А осенью того же года на Яве его корабли были захвачены голландцами. К тому времени революционная Франция уже воевала с Голландией и практически со всей остальной Европой. Больше французы не предпринимали попыток найти экспедицию Лаперуза. Сорок лет спустя появились первые свидетельства. В мае 1826 года ирландец по имени Питер Дилон, бороздивший южную часть Тихого океана в поисках выгодной торговли и приключений, сделал остановку на острове Тикопия из группы островов Санта-Крус. Когда он спросил туземцев, откуда у них ожерелья из стеклянных бусин, те показали ему и другие предметы явно европейского происхождения. Серебряные вилку и ложку, ножи, чайные чашки, железные болты и серебряную рукоять шпаги с буквами GFGP. Эти вещи, как выяснил Дилон, туземцы получили при миновой торговли от жителей острова Ванникоро, расположенного от Тикопия в двух днях хода под парусом. Дилон быстро догадался, что инициалы на шпаге означали «Жан-Франсуа Гало де Лаперуз». Но его попытки попасть на Ванникоро к успеху не привели. Сначала его корабль попал в штиль, а потом обнаружилось течь, так что ему пришлось уйти на яву. К концу лета он сумел раздобыть денег на поиск оставшихся в живых участников экспедиции Лаперузо. Но прежде чем он оказался на Ванникоро, прошел еще год. Много лет назад, рассказал ему старый туземец, в шторм два корабля сели на мель на окружающих остров-рифах. Один тут же затонул, и большинство членов его экипажа утонуло или было съедено акулами. Но второе судно удержалось на рифе, и уцелевшие моряки смогли соорудить из его останков небольшую лодку, в которой через много лун они уплыли. Двое чужеземцев, один вождь, а другой его слуга, остались на острове и еще несколько лет назад были живы. Повсюду на Ванникоро отряд Дилана находил свидетельство пребывания здесь французов. В том числе корабельный колокол с гравировкой и доску с вырезанными на ней геральдическими лилиями. В феврале 1829 года Дилан привез то, что осталось от несчастной экспедиции Лаперуза, в Париж. Предмет и опознал тот самый Дел-Эсеп, который летом 1787 года сошел на берег на Камчатке, чтобы доставить доклад об итогах двух лет плавания, и потратил целый год, чтобы пересечь Сибирь. Слухи о находках Дилана достигли Парижа гораздо быстрее, чем он сам, и по официальному распоряжению в южную часть Тихого океана отправился поисковый отряд под командованием Жюля Себастиана Сезара Дюмон Дюрвиля. В начале 1828 года он бросил якорь вблизи острова Ванникоро. Туземцы показали Дюмон Дюрвилю проход в рифах, который они называли коварным или гибельным проходом. В тот ненастный день много лет назад Бусоль, флагманский корабль Лаперуза, прокладывал путь в казавшуюся безопасной гавань и потерпел крушение, напоровшись на коралловый риф с острыми краями, скрывавшийся под самой поверхностью воды. Астролябия поспешила на помощь и села на мель. На дне, на глубине трех-четырех сажений, писал Дюмон Дюрвиль, наши матросы видели якоря, орудия, ядра и множество свинцовых пластин. Последние сомнения, что они действительно нашли то место, где покоились два корабля Лаперуза, рассеялись, когда матросы подняли с рифа предметы, неоспоримо принадлежавшие этим кораблям. Перед тем, как покинуть Ваникоро, Дюмон Дюрвиль поставил на острове памятник Лаперузу и двумстам другим участникам его печально закончившейся экспедиции. В 1964 году на Ваникоро были сделаны новые находки, но никто уже никогда не узнает, пережил ли Лаперуз кораблекрушение, и если да, то остался ли он на острове, Пасхе, где, по рассказам, еще за три года до прибытия туда в 1826 году Дилана жили два француза или уплыл на самодельной лодке через несколько месяцев после катастрофы. Тихий океан хранит свои тайны, но на его необъятных просторах памятником Лаперузу остались названия, данные им географическим объектам от острова Пасхи до Гавайев, Японии и Австралии.